Молодой 27-летний боксер, на 6 лет плача Дениса, боксер, который еще не имеет ни одного поражения, 23 боя, 23 победы, 18 из них нокаутом. Смелый, молодой, амбициозный претендент, который приехал сюда в Москву, чтобы попытаться отнять титул пояс чемпиона у Дениса Лебедева. На уши экранах Денис, и вот тренер гостя Дзюк, великолепный дуэт, который очень здорово и плодотворно работает, на благо, на радость всего российского бокса. Нам представляют боксеров, вот их технические данные. Надо сказать, что Денис очень и очень серьезно готовился к этому бою. Действительно, до этого был титул временного чемпиона, были встречи с легендами бокса, с Роем Джонсом, который здесь находится у ринга и болеет, кстати, за Дениса. И бой был с Джеймсом Тони, тоже с одной легендой бокса. Потом были повержены, до этого были повержены россиянин, великолепный тяжеловец Александр Алексеев, Энсу Маккаринелли. Всем помнится эта победа, когда Денис выехал в Англию и там на ринге Британии нанес это сокрушительное поражение англичане. Ну и вот теперь первая защита титула, друзья. Мы в эфире с удовольствием. Я представляю своих сегодняшних коллег, как всегда, Андрей Шкаликов и Владимир Вишневский, который становится довольно частым гостем на нашей трансляции. Итак, первый раунд, давайте смотреть. Ну, до поединка прошло несколько пресс-конференций, несколько показательных тренировок и мне несколько удивило то, что колумбийский боксер вообще не благословен. Он почти что ничего не говорил и вообще никогда не улыбался. Просто был таким серьезным, очень настроенным на бой. Ну, ладно, такой выпад был на пресс-конференции сегодняшнего дня. Бореченков сказал. Да. Ну, это все элементы профессионального бокса, друзья. Давайте все-таки последим, потому что Сильгада мы не видели. Я его наблюдал только на тренировке. А это была, в общем-то, открытая тренировка для прессы. По ней ничего нельзя узнать о боксере практически. Давайте посмотрим, что представляет из себя парень с таким отличным послужным списком. Еще раз напомню, он колумбийец, но живет и тренируется в Нью-Йорке в довольно серьезном клубе. И тут и другое мотивированный, очень мотивированный Денис, хоть он и не выиграл титул чемпиона, он ему был присвоен на Всемирном боксерском конгрессе. Тем не менее, он защищает свой пояс, а его соперник, как претендент, хочет его забрать. Такой шанс появляется раз в жизни, а для некоторых вообще никогда не появляется. Так вот, для него огромным желанием, огромной мечтой, ну шанс действительно, этим все скажет. Как я уже сказал, оба боксера очень мотивированы, бой должен состояться не на жизнь, а на смерть. Ну, первый раунд, идет разведка обоим, пока еще ничего, боксеры в первый раз встретились в ринге, это понятно, они как бы выясняют пока отношения и договариваются, как бы так по-хорошему, кто первый ударит. Ну вот, попытка удара была со стороны Дениса, попытка удара туда в область печени, потом перевод в голову. Пожалуй, это пока самое интересное, что состоялось в первом раунде. Ну, мы все знаем, насколько сокрушительный удар левой сильнейшей рукой у Дениса. Если попадет, то... Ну вот сейчас попадает! Все-таки поймал на контратаке он соперника, и очень грамотно атакует и в туловище, и в голову. Очень опасно. Последние секунды первого раунда. Неплохо провел концовочку Денис. Передняя рука, передняя рука, просто с подклонами к голову. Вызов, вызов. И подбор с передней руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что мой коллега по репортажу, Владимир Исневский, очень серьезно готовится к каждому вечеру. И вот, по-моему, какая-то заготовка у вас есть, Владимир. Я веду цитаты, я уже процитирую то, что мы говорили, когда, так называемый, план на бой. Я просто одну мысль философа Майка Тайсона заритмовал. Майк Тайсон, твердая рука, скорее прав, чем крут. Есть план у каждого, пока в него не попадут. Ну, собственно, то же самое можно сейчас сказать и в отношении с Санта-Дерой Сельгадо. Ну вот, очень здорово попадает Денис. А я, как обещал вам, друзья, исполняю то, что сказал к нам на комментаторскую позицию. Подошел Григорий Дрозд. Это мужественный поступок, можно сказать. Человек только что отбоксировал 12 раундов. И вот быстренько-быстренько принял душу и переодевшись, спустился к нам сюда на комментаторскую позицию. Григорий, поздравляем с победой. Спасибо, спасибо большое. Ну что, тяжелый бой был, трудный? Вы знаете, нетрудный бой, а я ожидал большего. Ну, не то, что нудный. Я думаю, что я сам ожидал большего от соперника. И, честно говоря, похоже, я получил травму. Какую? Ну, если заметили, я после середины боя правил почти не бил. Я сказал, что вы стали бить, так обозначая удар, больше, чем бить. Не вкладываясь. Да. Ну вот, мы это заметили и отметили в комментарии. Ну, бывает, бывает такое, конечно. Поэтому он оказался таким неваляшкой. Но голова сильная у него. Сильная голова. Вы знаете, сколько левая попала, сколько сбоку и по печени попала хорошо. Бальсигей, в ринге очень интересные события разворачиваются. Да, вот мы посмотрели, что хорошую концовку сделал Лебедев в первом раунде. И сейчас, наверное, надо уже приступать к таким уже решительным действиям. Он начинает просчитывать соперника. Но, вы знаете, очень-очень-очень опасен Сильгадо. Ничего пока не могу сказать. Могу сказать одно, что клише. Он готовился. У парня очень хорошо с таймингом все. И очень хорошо все со скоростью. И вы знаете, он обученный по-настоящему неплохо. Григорий Дрозд, только что закончив бой, присоединился к нам и становится уже комментатором. Не впервые это для него. Получается. Освоил профессию, как мы скажем. Освоил профессию. Мне нравится. И, честно говоря, от поклонников я получаю хорошие отзывы. Я один из них. Спасибо большое. И я с удовольствием это делаю. И при желании, и при... Если будете приглашать, всегда-всегда буду освещать и стараться рассказывать интересное обокси. Ну, иногда на ритм выходить. Об этом тоже забывать не надо. Ну, что ж, подходит к концу второй раунд. Непростой сильгадо, действительно. Как прошел удар. Вы знаете... Ну, вот мы смотрим замедленный повтор того, что было во втором раунде. И что хочется сказать, сильгадо-то соперник конкурентный вполне. Борис Сергеевич, вот в боксе все меняется. Мы знаем. Но хочу сказать то, что я видел сейчас. Во-первых, сильгадо не собирается отступать. Он очень хорошо держит дистанцию и контратакует. Он бьет навстречу. Знаете, мне нравится то, что он сейчас делает, как боксер. И для Дениса, я думаю, что они сейчас с Костином будут решать задачу непростую. Да, интрига в боксе. Интрига в этом бою зарождается. И если мы думали раньше, что сильгадо такой местный боксер, местного уровня, с местным рекордом, то нет. Смотрите, умеет много, чувствительно, хорошо чувствует дистанцию. Все очень плохо. Довольно быстро. Длинные руки. От Дениса любимые удары в корпус, я знаю. Он очень остро бьет в корпус, как передний, так и задний. Под руки. Вот это нужно использовать. В первом раунде мы видели одну такую попытку. Да, сильгадо, сильгадо непростой, ребята. Это бой за титул чемпиона мира. И у сильгадо это шанс, который появился в его жизни. Мы об этом говорили. И Владимир Хруинов сказал, что присматриваются к нему уже крупные промоутеры. Если он отберет у Дениса этот поезд, то сразу под крыло его готовы взять и Голден Бой, и другие. Сам Хруинов. Нет. Чача Мэн. Написано у него на трусах. Но Чача, он сказал, что это его родители дали ему такое прозвище. С детства они его называли Чача. Вот и он привык уже, что его так величают. Денис немножко скован, мне кажется. Знаете, да. Немножко скован, но вы знаете... В первом раунде это произошло, когда ответил. Хорошая была комбинация. Двойной, левой. Вот справа. Как длинно бьет сильгадо, обратите внимание. И постоянно справа. Причем как будто видный удар, но попадает. И не первый раз проходит. Да, постоянно, постоянно тревожит Дениса. Вот то, о чем я говорил. Боксеры, которые не имеют поражения, у них характер, ну, не битого чемпиона. Еще страха нет. Да, нету страха. Он идет вперед, он с амбициями. И, как видим, неплохо обучен. Денису нужно набирать обороты. Сейчас очень важно, чтобы вот эти прошедшие раунды Костя разобрал по косточкам и успел за эту минуту, которая будет в перерыве, донести это для подопечных. Сейчас Денис собрал нужную информацию. Очень непростой бой. Очень непростой бой для Дениса. Денис собрал, денис собрал, денис собрал. Денис собрал, денис собрал, денис собрал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, четвертый раунд, друзья. Григорий Дросс только что сказал, что очень-очень серьезный соперник. Действительно, показал он себя пока вот на протяжении этого времени боя с очень хорошей стороны. Но так и должно быть в таких боях чемпионских. Чем конкурентнее соперник, чем он ставит больше задач перед чемпионом, тем интереснее получаются поединки. И вот раскусить этот орешек Денису предстоит. Да, Денису быть нужно чуть-чуть, мне кажется, острее. Он, конечно, хочет попасть, он, конечно, хочет ударить сильно. Но вот эта вот легкость его, когда он бьет быстро, остро и легко, казалось бы, вот в этот момент приходят самые сильные удары. Может, он через чем заряжен на один удар, и это сковывает, это сковывает. Ну, я думаю, что просто многие, и зрители, и поклонники Дениса привыкли к тому, что Денис, скажем так, показывает в ринге, в связи с начальных раундов, всем, кто чемпион. А сейчас очень интересный бой, с интригой складывается. Пока ничего, ничего не ясно. Посмотрите, Сельгада отвечает на каждую атаку. Как и все сегодняшние боицы, по всему. Как он уходит, нестандартно. Да, непросто, непросто. Сельгада тренирует. Ответ с Гузмана. Ну, вот сейчас попал. Попал Денис, надо не останавливаться, продолжать атаку. Продолжать. Нет, устоял. Ну, вы знаете, она была длинная, впечатляющая, но точных попаданий было мало очень. Сейчас второй для Дениса. Здорово, здорово. Но надо не останавливаться, минута почти до конца. Да, все. Это нокаут, друзья. Это нокаут. Выцеливал Денис. Выцеливал Денис, ждал своего шанса. А я в комнату сюда, то есть платит. Публика получил то, что он заслуживает. Нокаут. Очень, очень тяжело упал Сельгада. Очень тяжело упал Сельгада. Это очень серьезный нокаут. Первый в карьере молодого колумбийца. Да, вы знаете, подошел врач там. Нет, обычно, когда человек падает лицом вперед, это такое капитальное сотрясение он получает. Прочитал Денис. Здорово, здорово, здорово. Поздравляю. Здорово, Вик. Здорово, Вик. Ну что ж, вот вы видите. Поддержку семьи на плечах у Дениса. Красавчик. Понял. Не видел. Удар не видел Сельгада. У него отличная семья, жена, трое дочек. Это вы знаете, он так их любит. Он таким становится сентиментальным, нежным, когда речь заходит об этих его женщинах. Человек большого сердца. Молодец, Денис. Вы знаете, подбоксер, который сделал себя сам. Это, что там скрывать, это не сверхвысокий талант. Но это мужик, это огромная работоспособность. Это огромная жажда победы. Это вот такая агрессия, которая возникает у него в каждом бою. Давайте смотреть за медленный повтор. Вот этот. Вот этот сокрушающий удар, потом дальше продолжение. А, это была та серия. Нет, нет, это была серия, это предшествующая. А сейчас мы увидим этот удар. Великолепный повтор. Соперник еще стоит. Это еще не нокаут. Это еще не нокаут, нет. Там один удар короткий. Один короткий встречный удар. Вот он. Слева, снизу. Пушка сработала, которую ждали. Ну что ж, великолепная точка. Великолепная точка сегодня вечера. Какие классные бои мы с вами посмотрели, друзья. Поздравляем, поздравляем Дениса. Это было великолепно. Поздравляю Дениса, поздравляю его родных, близких. Потому что человек делает в этой жизни все для того, чтобы стать большим чемпионом. Поздравляю его родителей. К сожалению, не может сейчас радоваться этому триумфу его младший брат. Который так неожиданно, скоропостижно в прошлом году ушел из жизни. Для Дениса это была большая трагедия и травма. Но он все преодолел. И идет вперед и дальше. Молодец. Григорий, спасибо вам огромное за то, что вы уделили нам внимание. Спасибо вам. Спасибо вам. Долгий, длинный, непростой бой. Сейчас у вас будет небольшой перерыв, восстановление. И думаю, о бои мы будем показывать все самое лучшее, что есть в мире. Мы будем транслировать. Буду ждать вас, как всегда. Поздравляю всех поклонников. Спасибо большое, Сергеевич. До скорой встречи. Ну что ж, вы видите, это триумф. Вы видите, это триумф. Михаил Поречников тут рядом с нами. Да, отпустил его Дмитрий Губерниев. Но ненадолго. Вы хотели в шестом раунде победу. Я хотел в шестом, но я...